23 марта в администрации городского округа «Городбой» прошло первое заседание рабочей группы по обеспечению проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках реализации муниципальных программ. В конце апреля текущего года состоится традиционное рейтинговое голосование по благоустройству общественных территорий. Ознакомиться с дизайн-проектами и схемой территорий можно на сайте городской администрации. Благоустройство территории победителя рейтингового голосования будет проводиться в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Голосование через сайт 44Горсреда, как оно только запустится, смогут проголосовать все жители города Боя от 14 лет, 14 лет включительно. Данная система будет допускать только жителей, то есть пропиской на территории города Боя, то есть пропиской иной, то есть возможности проголосовать не будет. Платформа данная устроена таким образом, что после быстрой регистрации через сайт госуслуги, также, скорее всего, будут социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, пользователь сможет выбрать те объекты, по мнению которого больше всего нуждается в благоустройстве. Также в Минстроем предусмотрена мобильная версия, то есть по номеру телефона, который есть у пользователя, проходит регистрация, вводится фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, даты рождения. Авторизуется человек на платформе 44 городская среда и выбирает уже проект благоустройства. Если в госуслугах стоит, например, регистрация, например, Гуйский район, поселок Чистые Боры, то уже пользователь не сможет проголосовать и система предложит ему варианты по Чистым Борам, то есть по тем проектам, которые были предоставлены. Для организации вообще голосования по второму способу, это регистрация по мобильному телефону, 500-му, как это будет телефон, будут привлечены волонтеры. На территории города у нас организован волонтерский штаб. В настоящее время уже зарегистрировано более 70 волонтеров, которые будут их задачей, информирование по проектам, которые вынесены будут у нас на обсуждение, будут помогать регистрироваться, то есть помогать всем пользователям, кто будет желающим. И по итогу те проекты, тот проект, который наберет наибольшее количество голосов и будет благоустроен в 2022 году. 30 мая, как только в 00.00 часов завершается голосование, Минстрой 1 июня выгружает все данные, предоставляет все данные субъект, и уже мы с вами на общественной комиссии будем утверждать те итоговые цифры, которые у нас получатся. Иного голосования уже не предусмотрено, только голосование онлайн. Это голосование у нас будет и на следующий год, то есть все выборы проектов, голосование по дизайну проектов теперь будет в новом формате онлайн. В рамках реализации национального проекта в БУИ для проведения рейтингового голосования утверждены две общественные территории. Благоустройство сквера по улице Социализма и благоустройство зеленой зоны в районе дома 53 по улице 3-го интернационала, парк Пришкольник. Голосование за предложенные проекты будет проходить на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды. Данная платформа станет всероссийским порталом с информацией о благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны. На сайте будет собран перечень территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе. Голосование по ним во всех субъектах пройдет в течение месяца с 26 апреля по 30 мая текущего года. Полученные результаты помогут сформировать адресные перечни территории на следующий год. Работа платформы устроена таким образом, что после быстрой регистрации через госуслуги или соцсети пользователь сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении. Будет и мобильная версия. По каждому объекту на платформе можно будет связаться с кураторами при наличии вопросов или предложений. Задача платформы – не просто рассказать о том, что жители могут принимать участие в жизни города, но и охватить как можно больше граждан из разных групп населения, чтобы учесть их мнение при благоустройстве.